Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я ненавижу его детей, мой парень в будущем и хочет. Я считаю, что это разручит наш брак, нашу жизнь, что в этом нет ничего хорошего. Каждый раз думаю об этом, говорю себе, вот через 6 лет он попросит у тебя ребёнка и вся жизнь кончится. Я даже думать не могу об этом, наворачиваются слёзы и не знаю, что мне с этим делать. Ну, что делать, чтобы что? Во-первых, вы можете поставить свой вопрос так, что вы, например, хотите, допустим, грубо говоря, детей там полюбить, например. Ну, к примеру, да, вы можете так вопрос поставить, этому можно, в принципе, научить. Вы можете поставить вопрос и несколько иначе, например, как бы, почему, если я ненавижу детей, почему, в таком случае, мой мужчина, да, как бы, потенциальный муж, как раз таки детей хочет. То есть это вполне возможно история больше про перенос, то есть вы себя вытесняете, да, вот, какие-то вещи. А, допустим, ну, ваш молодой человек, он, как бы, становится, ну, по большому счёту, таким приёмником, приёмником становится ваш, ну, ваш молодой человек здесь. Ну, вот, и, соответственно, он, в итоге, как бы, отражает то, чего вы хотите. Вот, хотя, совершенно не факт, что на самом деле вы хотите детей, да, как бы, вот, то есть, ну, вы их по какой-то причине, конечно, ненавидите, да. Ну, вот, я думаю, что у этого, вне всякого сомнения, есть какие-то вот причины, есть какие-то основания, вот, но, на мой взгляд, идеально было бы эту историю как-то поисследовать, чтобы вам самой, грубо говоря, было, ну, более, может быть, как-то вот, понятно, да, что происходит, вот, чтобы вам было, может быть, более понятно, ну, там, причина вашей ненависти, ненависти, почему вас, грубо говоря, так они, дети, дети, я имею ввиду, ну, пугают, да, почему вас это так вот напрягает, что вы считаете, что, вот, всё, как бы, жизнь кончилась, и так далее, после того, как, вот, ну, грубо говоря, появятся дети, да, вот. То есть это, в принципе, можно, можно и нужно поисследовать, но ненависть зачастую, это такая, вот, я бы сказал, защитная реакция, да, вот. Вопрос только в том, от чего, да, то есть от чего, там, ну, от чего, грубо говоря, вы пытаетесь себя защищать, да, вот. Вот, то есть вы, на мой взгляд, что, что, было бы, значит, плохо разобраться, вот, то есть вы в этом видите, некоторую опасность для себя, вот, вы видите некоторое, ну, некоторое основание для тревоги, вот, вы видите некоторую угрозу себе в этом, опять же, вот, и, соответственно, ну, на мой взгляд, тут очень важно всё максимально, как бы, подробно и делегатно, вместе с тем, поисследованию, чтобы вы всё чётко понимали. Если это ваши ценности, вы не хотите детей, ну, как бы, никто вас, я более чем уверен, да, никто вас заставлять, значит, не будет, да, вот, никто не будет вас, там, заставлять, как бы, детей рожать, да, то есть вы, вот, позиционируете себя так, что, вот, если парень большой, если вас работают, то всё, как бы, вот, ваша жизнь закончится, но она закончится в том случае, если вы, скажем так, согласитесь, на это, вот, а если вы, например, не будете на это соглашаться, вот, то всё будет неплохо, вот, поэтому мне кажется, что идея здесь в общем глобальном, а вот, может быть, вполне себе такой, то есть идея может быть в том, что вы, вот, просто не, там, грубо говоря, не соглашались, да, вот, на поле, ну, на поле, что вам не по душе, на то, что вам не нравится, на то, что вам не хочется и так далее, вот, а так получается, что вы не свободны, вот. Если же, если же, если же, у вас есть, грубо говоря, какие-то травмы, связанные с детьми, если вы видите в детях что-то, что, что, ну, может, вам так или иначе, угрожать, да, вот, то это нужно поисследовать, вот, вам в этом нужно помочь и конфликт вам тихонечку разрешить, вот. Вот, но это, конечно, не быстро, это, как бы, не моментальный процесс и, соответственно, тут нужна вам, как мне кажется, помощь и помощь, ну, достаточно, достаточно серьезная, вот. А следующий момент, который, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это момент, связанный с отношением между вами и вашим, и мужчиной, вот, вашим, почему, потому что, ну, опять же, как бы, действительно, человек может хотеть детей, вы, соответственно, детей можете не хотеть, это, в принципе, нормально, вот. Но, как-то вы все равно, да, условно говоря, ну, оказались вместе, то есть, вот, что-то вас объединяет, что-то вас объединяет. Мне кажется, что, вряд ли, это, что-то, связано с этими людьми, вот. Мне кажется, что дети здесь, грубо говоря, ни при чем. Мне кажется, что не в детях дело, мне кажется, что дело здесь, вот, в чем-то другом. И вот нужно, как мне кажется, на этом сконцентрировать тоже свое внимание, вот. И продвигать эту идею, ну, вот. И, соответственно, как-то, вот, пробовать понять, да, человека, то бишь, вашего молодого человека, вот. И пробовать, как-то, вот, его, его желание, его ценность, значит, пропускать, да, через себя и смотреть, вот, что мне, что вам, там, там, грубо говоря, ну, грубо говоря, откликается, да. Ну, если вообще, если, если вообще откликается что-то, потому что, ну, может быть, вполне, вот, такая история, что и ничего не откликается, это нормально, это нормально, вот. То есть, сначала нужно более, как мне кажется, более полно рассмотреть ситуацию, то есть, вот, в целом, потому что, ну, как бы, вот, пока что, я бы сказал, что не очень понятно, просто, что конкретно нас беспокоит, да, и... Почему у вас, там, условно говоря, такая реакция на детей, вот, может быть, для вас это связано, там, условно говоря, с потерей, вот, свободы, да, но, если, если, по вашему мнению, свободу вы потеряете, остав мамой, то, на мой взгляд, ну, это не так, то есть, как бы, свободу вы не потеряете, если, а, например, будете, а, например, вот, действовать, а, из, ну, из долга, да, то есть, из, ну, долгистого, вот, а, что, вот, я должна, я должна быть, а, там, ну, условно говоря, все для ребенка сделать, да, если в таком ключе вы будете, вы будете двигаться, то, да, конечно, конечно, в таком случае, безусловно, есть риск того, что вы потеряете, ну, будете не свободны, вот, а в основном, еще нет, в основном, если вы умеете быть свободны, если вы знаете, что такое, если вы, вот, дети, условно говоря, свои свободны, да, вот, ну, вам, в принципе, ничего не грязи, вот, но это, как бы, требует, требует, ну, конечно, определенных навыков, и, вот, в принципе, на мой взгляд, как раз, психолог необходим вам для того, чтобы лучше эти моменты, как бы, вот, исследовать, вот, психолог вам нужен для того, чтобы лучше себя разобраться, вот, и психолог вам нужен для того, чтобы понять, где вы, где, как бы, ну, ребенок, собственно говоря, да, то есть, вот, где вы, а где не вы, где то, что вы хотите, а где, вот, соответственно, ну, то, чего вы не хотите, не хотите, и, соответственно, с этим что-то делать, да, вот, и все, а так воспринимают ребенка, вот, на, ну, как, вот, на данный момент воспринимаете его вы, и, что это, вот, какая-то, прям, кара, ну, это больше, наверное, про страх потерять свободу, вот, это действительно так, некоторые люди действительно теряют свободу, становятся родителями, это правда, ну, связано это не с детьми, а с тем, что люди, в принципе, в принципе, не умеют быть свободными, вот, и, также, бобыльно, часто бывает, там, такая история, что, значит, человек, который не любит детей, он, значит, соответственно, запрещает себе, там, грубо говоря, да, определенные вещи, да, вот, например, эти вещи могут, 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 ну, касаться, эти вещи могут касаться, например, чего, да, каких вещей, вот, эти вещи могут касаться, в первую очередь, эм, эм, э 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 Грубо говоря, когда человек уйдёт себя нерационально в каких-то моментах, и в общем-то потеря контроля. Если что-то взято вам откликнуло, всё, соответственно, обращайтесь. Будем рад вам помочь, и буду рад вам как-то вот поспособствовать тому, чтобы вы лучше понимали, с чем вы имеете дело, вот, и значит, буду рад поспособствовать тому, чтобы вы лучше себя как бы разбирались, вот, потому что сейчас мне кажется, что не так хорошо вы себе разбирайтесь, как вам с того хотелось бы. Вот, вот примерно такой ответ я могу вам отдать, на этом всё, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего-всего самого доброго, удачи, обращайтесь!